В полтора раза больше голосов, чем в прошлый раз, нужно собрать сургутянам в поддержку проектов благоустройства. На сайте 86.городсреда.ру выбирают идеи по обновлению парков и зон отдыха для того, чтобы реализовать их в 2024-м. Но если в прошлом году жителям самого большого города игры потребовалось всего 20 тысяч голосов, чтобы получить финансирование на все четыре объекта, то сейчас надо набрать как минимум 33,5 тысячи. Наталья Соловьева узнала историю места, в поддержку которого собирают голоса. Когда-то на этом месте в Сургуте стоял противотуберкулезный диспансер, но его снесли, а в прошлом году по нацпроекту «Жилье и комфортная городская среда» здесь сделали игровое поле и площадку с уличными тренажерами. А теперь для того, чтобы продолжить благоустройство всей этой территории, жители должны проголосовать. Общая площадь пустыря – 7 тысяч квадратов. Это как 12 25-метровых бассейнов. После сноса туберкулезного стационара здесь провели полную рекультивацию. Ведь палочка Коха в земле может жить до 40 лет. В рамках проведения проектных работ по парку были выполнены инженерно-экологические изыскания, по результатам которых проведены экспертизы. И есть заключение организации о том, что на данной территории ничего здоровью горожан не угрожает. Когда-то очень давно дом, в котором живет Анатолий Грудецкий, был лабораторией противотуберкулезной больницы. Мужчина переехал сюда в 2009-м. Когда проходило голосование за обустройство на пустыре спортплощадки, принял в нем участие. Мы еще как-то думали, что кто будет ходить. Оказывается, ходят. И чуть свет с утра уже, мяч бум-бум стучит. И до поздна, до вечера молодежь играет, занимается. Я не ходил туда, я уже старенький этот. Но в общем, молодежь ходит. Пройти к спортивной площадке со стороны автомобильной дороги или дома не получится. Сейчас к ней ведет только самовытоптанная тропинка. Пешеходные дорожки, обустроенные, обещают сделать в 2024 году. Конечно, если проект благоустройства наберет нужное количество голосов. На данной территории у нас планируются также пешеходные тропы, велодорожки, детские игровые площадки, площадка для выгула собак. Территории для массовых мероприятий и такие элементы, как памп-треки для велосипедов, специальные площадки. По предварительным данным, на благоустройство этого места нужно 114 миллионов рублей и два года. На сайте 86.городсреда.ру на голосование выставлено 4 сургутских проекта. Поддержать любой из них можно до 31 мая. Наталья Соловьева, Юрий Чанцев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.